Новосибирский зоопарк 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 выберут в нескольких номинациях. К изделиям есть обязательные требования. Например, они должны изображать только животных нашего зоопарка. Все подробности указаны на сайте учреждения. Как воспитывать патриотов обсудили в правительстве Новосибирской области. Участники военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ возмутшествованы детьми-сиротами и ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Проект ЮНАРМИЯ планируют развивать еще активнее в отдаленных районах Новосибирской области. Помощь ветеранам, уборка памятников, письма бойцам на СВО, озеленение – все это задачи для молодых активистов. Положительными примерами являются у нас работа ЮНАРМИЯ в ЧУИМИ. Ребята взяли шество над тремя подростками, состоявшими на внутриушкольном учете и вовлекили ребят во все мероприятия. И нужно сказать, что процесс пошел. Ребята стали учиться чуть-чуть лучше. И поведение у них уже было на должном уровне. Семь тонн гирлянд и елочных игрушек. К началу ноября в Сибирь завезли основной объем импортных новогодних товаров. Об этом сообщили таможенники. По их данным, чаще всего через границу перевозят гирлянды, декоративные фигурки, елочные шары и мишуру. Кроме того, к празднику активно импортируют главные новогодние фрукты мандарины. Чаще всего такой товар поступает к нам из Китая. В Новосибирске прошла просветительская акция «Открытая лабораторная». Жителям города предложили проверить свои знания физики, химии и других естественно-научных дисциплин. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Существует ли черная дыра в центре нашей галактики? Существует ли вода при отрицательной температуре? То есть это все обычный такой курс физики. Ну или просто знание чего-то. Базовый курс физики, химии и других естественно-научных дисциплин участники проверили в рамках просветительской акции «Открытая лабораторная». Одновременно в различных городах страны россияне размышляли над тем, возможно ли провести ядерную реакцию в домашних условиях, чтобы никто не пострадал и помнит ли бабочка о том, что была личинкой. Есть вопросы простые, образно говоря простые. Например, радиоактивная или тяжелая вода из первого раздела или птиц или динозавры. А есть вопросы посложнее. Например, при какой минимальной температуре возникает эффект сверхпроводимости у различных соединений. Не соединений, а скорее веществ. В Новосибирске акция прошла на 14 площадках, среди которых вузы, школы и библиотеки города. Участвовали около 750 человек. Вопросы, по большей части, это с научно-публированных передач довольно легко, если их часто смотришь, найти ответы. Некоторые, ну именно из-за того, что я инженер, я и ошибся, потому что там вот про пинцет, который оказывается одним ученым захватывает, а не тремя. Всем участникам акции выдают вот такой журнал лаборанта, чтобы каждый смог проверить свою научную картину мира. Вопросы, представленные в журнале, простые. Из разделов биологии, химии и физики. А в конце задание с подвохом. Например, нужно написать химическую формулу соединения, обладающую некоторыми свойствами. Кажется, что ответ непростой. Но на самом деле формулу, которую нужно написать, H2O или попросту вода. Тема 2023 года — укрепить доверие к науке. В процессе люди проверят свои знания и узнают что-то новое. Вот, это не столько такая проверка, как тотальный диктант, но еще и просветительское мероприятие. Проект запустили в 2017 году. Из-за пандемии приостановили. Теперь возрождают акцию. Левитация. Ответ, который нам привели потом на презентации, он оказался таким логичным. Вот, с одной стороны, без опоры летать никак. А ведь есть магнитные поля. Все. Ответ. Всего в проекте участвовало более ста площадок по всей России. Для тех, кто не успел пройти викторину, есть возможность сделать это в специальном чат-боте. Вопросы цифровой лабораторной — те же, что были на офлайн-площадках. Екатерина Петровичева, Константин Менин, Новости ОТС. Мертвые души предстанут перед зрителями Новосибирского театра «Красный факел» уже в пятницу. Премьера на большой сцене будет идти три дня подряд. Это первая работа нового главного режиссера театра Андрея Прикотенко в этой должности. До этого он уже дважды работал с труппой «Красного факела» в 2005 и 2010 годах. Теперь же артисты замахнулись на переосмысление классической поэмы Гоголя. Для постановки кардинально изменили пространство сцены, максимально сократив дистанцию со зрителями. Авторы подчеркивают, что сам сюжет в их прочтении станет фоном, а на первый план выйдет тема путешествия в безграничном космическом пространстве, где Чичиков будет встречать знакомых всем с детства персонажей, которые, однако, тоже подверглись глубокой переработке. Отмечу, что это уже вторая постановка «Мертвых душ» в истории театра. Первую версию «Красный факел» представил зрителям еще в 50-х годах прошлого века. Нынешняя постановка станет премьерной в новом сезоне. Помидоры, яйца и бананы подскочили в цене, а вот огурцы, морковь и картофель теперь можно купить дешевле, чем в сентябре. По данным Новосибирскстата, общая стоимость товаров на потребительском рынке региона по сравнению с началом осени выросла на 0,4%. Больше всего подорожали помидоры более чем на треть, бананы на 20%, а куриное яйцо на 12%. На рынке услуг сезонно увеличилась стоимость посещения общественных бань и автомоек и установка пластиковых окон. При этом упала цена на свежие огурцы, морковь и картофель примерно на 20%. Кроме того, существенно подешевели авиабилеты по популярным у сибиряков направлениям в страны Закавказья, в Крым и Турцию. Специалисты отмечают, что по сравнению с декабрем 2022 года потребительские цены в регионе выросли почти на 6%. Почти 30 медицинских организаций в этом году получат новое оборудование для диагностики и лечения сахарного диабета. В регионе активно реализуют федеральный проект по борьбе с этим заболеванием. Так, в рамках программы в 2024 начнут работу 42 школы для пациентов. Рост сахарного диабета и первого и второго типа в последнее время имеет тенденцию к значительному увеличению. Особенно прогрессивно идет выявление пациентов с сахарным диабетом второго типа. И поэтому наша обязанность научить пациентов правильно жить с этим заболеванием. Чтобы они могли качественно подобрать себе питание, образ жизни, физическую активность, рассказать о средствах самоконтроля, которыми пользуются при данных заболеваниях. Сколько необходимо открыть новых амбулаторных школ сахарного диабета, определили исходя из количества пациентов. Проводить занятия будут во всех первичных организациях, где есть лицензия на осуществление эндокринологической помощи. Отдельные образовательные программы предусмотрены для людей с первым типом диабета, вторым – для беременных женщин и для детей. Кстати, количество маленьких пациентов с таким диагнозом в регионе также выросло в этом году. Пропустить сахарный диабет у ребенка достаточно сложно, потому что клиника диабета очень яркая. Даже при наличии избыточного веса, как правило, эти дети начинают очень много пить, часто мочиться, и вес снижается. Но и потом состояние ребенка прогрессивно ухудшается, поэтому это в любом случае заставляет родителей обратиться за медицинской помощью. Осенью традиционно стартует новые сезоны конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За пять лет работы платформы участниками ее проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира. Найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в ведущий в ВУЗ или пройти перспективную стажировку, получить образовательный грант, выиграть 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Для того, чтобы реализовать свои таланты, достаточно подать заявку на участие. Подробности в нашем сюжете. Получить возможности для своего развития в России может каждый человек, независимо от того, где он живет и какую профессию выбрал. Во всех регионах нашей страны идет прием заявок на проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьников, студентов, профильных специалистов и целые семьи ждут конкурсы и проекты, которые откроют новые перспективы и помогут в самореализации. Конкурс – это у нас семейная, с возможностью выиграть 5 миллионов рублей на покупку квартиры или дома или большое семейное путешествие по России. Центр компетенции – проект для студентов, которые хотят прокачать свои навыки и построить индивидуальную траекторию развития. С проектом «Топ-блог» вы научитесь успешно вести соцсети. Конкурс для тех, кто хочет создавать игровые проекты и работать в индустрии игр «Начни игру». Для профессионалов в сфере IT – цифровой прорыв, сезон «Искусственный интеллект», где начинающие и опытные специалисты могут принять участие в международном хакатоне в Москве. Стартует прием заявок на конкурс для специалистов индустрии туризма «Мастера гостеприимства». Для тех, кто готов меняться и менять мир, выполняя полезные задания, программа развития – другое дело. Участники получают виртуальные баллы и обменивают их на реальные возможности от партнеров проекта. Следите за новостями. Каждый может принять участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проявить свои таланты, лидерские качества, укрепить семейные традиции, развить навыки и получить свежие знания. А также найти новых друзей и выиграть классные призы. Желаю всем новых побед! Подать онлайн заявку для участия в конкурсах можно из любой точки страны на сайте rsv.ru. Улетают на зиму в теплые края не только птицы, но и сибиряки. Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» проанализировали, куда жители нашего региона ищут билеты чаще всего этой зимой. При этом рассматривали лишь длительные поездки более трех недель. В этом году по сравнению с прошлым сезоном холодов новосибирцы чаще предпочитают страны дальнего зарубежья, особенно Азию. Лидируют в рейтинге Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Отмечу, что путешествия внутри России выбирают примерно треть купивших билеты. В среднем наши земляки отводят на отдых в теплых краях четыре недели. В Новосибирской области стартовала всероссийская акция «Северная ходьба. Новый образ жизни». В рамках проекта проводят фестивали, ознакомительные тренировки и мастер-классы. Принять в них участие могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в региональный клуб «Сибирские ходоки». Опытные инструкторы проведут занятия по коллективной заявке или, если она поступила от компании работодателя. И к этой минуте у меня все новости. В студии работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.